Привет, красотки! Сегодня я начинаю тот самый влог, ежегодный влог, посвященный дню рождения Евы. И, как всегда, я его начинаю за день до самого дня, потому что есть что интересного показать. Мы, как всегда, с Денисом в подготовке к дню рождения с нашим квестом. У нас, посмотрите, кто будет этот персонаж главный в этот раз. Ева, прикиньте, я нашла эту пони, наверное, полгода назад, может быть, даже раньше, когда просто загуглили пони, типа, для раскрашивания, и она увидела вот эту пони с микрофоном. И она говорит, давай распечатаем ее, чтобы ее там раскрасить, или она была уже раскрашена. Короче, у нее появилась мечта именно эту игрушку найти. А мы даже не знали, что она где-то реально продается, мы думали, это просто как фотография какая-то. В итоге нашли, к пятилетию, ребенку пять лет завтра, она будет сопровождать весь квест. Еве очень понравилась вот эта тема, когда мы в прошлом году делали, помните, киска озвучивала весь квест. И мы с Денисом продумали квест в этот раз, как будто от лица пони, это Санни. Мы вообще с головой погрузились в эту тему всех поняшек, чтобы там Applejack подарила подарок, чтобы, а зачем я делала пробор, если я буду делить на части. В общем, погрузились с головой в мир My Little Pony. Это один из любимых Евиных мультиков, где персонажи всякие Applejack, Искорка, Радуга Дэш, Рарити. Еще там есть у них дракончик Спайк, и все они будут принимать участие в нашем квесте. Я вам не буду рассказывать все фишечки, завтра как раз поснимаю с утра. Завтра у Евы Лафа, она не идет в садик. Будет просто с утра разгадывать наш квест, получать подарки, и завтра все поснимаю, покажу. Все-таки моя любимая укладка на все времена остается Babyless. Но надо, знаете что, надо мне как-нибудь сходить в салон к стилисту по волосам, чтобы меня научили мои же волосы укладывать именно не вот так агрессивно, плойкой, температурой, да, только. Я только так умею. А чтобы это было наоборот более быстро и менее вредно для волос феном, брашингом, вот этими всеми штуками, стайлинговыми средствами. У меня все это, у меня очень много волос, очень много волос. И от этого мне тяжело самой все это делать. Вот я нашла удобные для себя инструменты, это Babyless, потому что в целом она тоже сама все делает, да, вот так по прядочкам просто чик-чик-чик забирает, и потом получается объемная прическа, главное на три дня мне хватает. Либо выпрямлять наоборот волосы. А вот это вот все, знаете, когда ты феном одной рукой, да, фен держишь, а брашингом вот так вот вытягиваешь, что ты там делаешь, наносишь эти все средства по прядям, чтобы мне все средства по прядям нанести, и не знаю, сколько времени должно пройти. Ой, я распсихуюсь просто, и все, никуда не пойду, сделаю хвост. Удобно, что сейчас все подарки мы можем прятать в офисе. Я сейчас в офисе нахожусь. Ну и не только прятать, а вообще, вот, например, сейчас Денис заряжал все эти подарки, там очень много на зарядке, очень много имеет там батарейки. И чтобы дома все это не спалить Еве, она уже, знаете, может и по шкафам полазить. Такие пироги. Мяу-мяу. Такой-то фонарик здесь. Ну, наверное, будет это. Это, наверное, светомузыка. Еще есть вот такой эффект. Всем спасибо за внимание. Вы лучшая публика на свете. Всем приветики из гардеробной волшебного пространства, где всегда происходит магия вечером перед днем рождения, потому что здесь сейчас у нас шары. Вот часть улетела сюда, часть здесь. И еще обычные шары на полу. И я настраиваю фотик мгновенной печати с таким единорогом. Какая прелесть. Тут спит младший перерог. Вот в такой позе. Мы Еве дарили как-то фотоаппарат, но не с печатью, а просто фотоаппарат. Вот этот фотик вообще огонь. Во-первых, у него есть селфи-камера. То есть можно фотографировать себя с друзьями, с мамой там хоть с кем. Можно фотографировать на обычную камеру. И он печатает тут же. Давайте я вам покажу. Вот что получилось. Теперь я нажимаю печать. Магия. Прикольно. Очень круто. То есть Ева будет вклеивать свои фотографии, которые тут же делает. Все, доброй ночи. С днем рождения. С днем рождения, зайка наша. Посмотри на потолок. Ооо, кто? Елочка, ау, заклини-ка под кровать. Это что? Это кто? Это кто? Санни. Санни. Она была на фотографии, помнишь, которую ты распечатывала с папой? Ну, вроде да. Ну, вроде да. Неожиданно. Закрутилась, завертелась. Ну-ка. Это она поехала вперед, да, просто? А вот здесь разворот. В волшебной стране стало известно, что сегодня день рождения одной маленькой принцессы. А зовут эту принцессу Ева. И ей сегодня исполняется пять лет. Селестия, правительница эквестрия, отправила меня искорку поздравить тебя с днем рождения. И пока искорка выбирает для тебя самый вкусный тортик, я проведу для тебя квест с подарками от каждой пони из нашего королевства. А ты заметила, что у меня есть микрофон? Я знаю, что ты тоже очень любишь петь и танцевать. Поэтому, чтобы получить первый подарок от меня, вспомни любую песенку и потанцуй от души. Попроси у мамы включить любимую песенку для твоего выступления. Вау, как здорово! Чтобы твои выступления были еще ярче, хочу подарить тебе настоящий микрофон и наушники. Они уже ждут тебя в детской, в твоем гамаке. Пойдем. Надо, наверное, везде с собой Саня брать, чтобы она нам подсказывала. Давай я дам. Да. Саня будет нами руководить. Вау! С киской наушники, кошечки. Там еще какая-то коробочка лежит. Да ладно. Держи. 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 Я схватила. Это что такое? Вон. Держи. Смотри-ка. Алло, алло. Следующий подарок от принцессы Пинки Пай лежит в твоем стеллаже со всеми костюмами. С костюмами? Ты поняла, где это? Да. Супер. У меня костюмы. Да. Пойдем. Пойдем. Срочно. И надо... Ага. Пойдем. Пойдем. Коверка лезть. Опа. Вот незадача. Кажется, волшебные силы обмотали твой стеллаж. Тебе нужно придумать, как справиться с этими ленточками. И открыть ящики. Держи. Сила да. Вот это да. Мелкий ножка. Ура! Убираем все эти ленточки. Ищем костюм. Держи. Следующее задание. Обить водички. О, задание свыше от папы. А какой у меня ящик там? А вот ищи. Я не знаю. Так. Так. Что-то еще запрямо, да? Ух ты. Пинки Пай подарила тебе свой костюмчик. Чтобы ты могла стать одной из нас. Так интересно увидеть тебя в этом наряде. Для меня детский праздник это что-то особенное и сокровенное. И да, я всегда заморачиваюсь над процессом организации. Как в принципе и со всем остальным. Но даже в своих заморочках использую разумный подход. Например, я точно знаю, что товары, в том числе и для деток, очень выгодно покупать на мегамаркете. Тем более, что до конца июня там действует повышенный кэшбэк до 50% бонусами с Берспасибо. Ими потом можно оплатить до 99% от стоимости следующих покупок. Здесь представлен огромный ассортимент товаров на любой вкус и бюджет. От одежды и мебели до товаров для активного летнего отдыха. Вы можете быстро найти нужный товар с помощью удобной навигации. Например, вы хотите купить ребенку велосипед. Яркий, функциональный и самое главное безопасный. Может даже с фонариком или супер полезной корзинкой. Просто в фильтрах отмечаете важные моменты. И вуаля, перед вами все доступные варианты с подробными описаниями и отзывами от реальных покупателей. Обязательно зайдите в раздел детских товаров. Тем более, что дополнительно к повышенному кэшбэку вы сможете воспользоваться промокодом Плюсовое. Который позволит вам сэкономить еще 500 рублей при первом заказе детских товаров от 5000 рублей. С мегамаркетом окружать близких теплом и заботой действительно легко. Так что покупайте выгодно и пусть ваши малыши будут счастливы. Ты подяжка! Рарити тоже хочет подарить тебе свой подарок. Отыщи его с помощью игры горячо-холодно с твоими родителями. Да, это она нам передала, мы знаем где. Видимо, волновалась, я так быстро говорила. Ну, немножко. Начинаем, мама скажет, горячо-холодно. Прохладненько, прохладненько. Прохладненько. Да, тоже прохладненько мне Рарити передала. Чуть-чуть теплее, теплее становится, потеплее, потеплее. Ну, там вот, там чуть прохладнее становится опять. Наверное, нет. О, здесь тепло, горячо, как, боже, кипяток, не могу. Нет, нет, это не так. Вот это да. Теперь ты можешь запечатлеть момент, сделав фото, когда захочешь. И потом будешь хранить свои воспоминания. Давай начнем прямо сейчас. На следующей задании тебе нужно сделать фото мамы, папы, сестренки и тебя самой. Ух ты. Надо четыре фото сделать. Это не просто фотоаппарат, а он еще печатает фотографии. А себя фотографировать можно. То есть здесь камера тоже есть. Представляешь? Есть. О, у вас раз два в одном. Так, и себя. Класс. Теперь печатаем? Да. О, девочка вылезает. Отрываем. Аккуратно, да. Так, вот так внутри, резко вот так. Меня с Милой печатаем? Да. Смотри. Давай отрежем. Эпплджек решил подарить тебе волшебный блокнот. В нем ты можешь хранить свои секреты, а еще вклеивать туда свои фотографии. Знаю, что давно вы с папой играли в одну интересную игру с веревочкой. Найди в этой комнате веревочку, дерни за нее и получи следующую подсказку. Уже нашла? Серьезно? Давай. Давай, дергай. Ух ты. Что там, что там, что там? Карта квартиры. Ну, с этим ты легко разберешься. Да-да-да. В детской комнате. В спальне. Да-да-да. Сам консервы. Я иду. Давай. Пошла? Мелкие ножки берем? Берите. Берите ее. Точно, берите. Надо эту. Ты управленец. Что это, Ева? Блокно. Спасибо. Он вообще какой-то... Он вообще волшебный. Какой-то сказочный, да? Вау. Мяу, я тебя люблю. Мяу-мяу. Я тебя тоже. У кого-то уже завтрак наступил? Теперь этот можно открыть. Давай, этот треугольный, вот, замочек. Все твои секреты здесь будут лежать. Никто об этом не знает, но Спайк в детстве мечтал стать леопардом. Он знает, что ты очень любишь этих милых хищных кошек. Поэтому решил подарить тебе настоящий костюм леопарда. Он спрятан под маминой подушкой. Надень его и сними с папой замедленный прыжок леопарда с рыком. Мяу. Ух ты. Прикольно, да? Ага. Мяу. Мяу. Леопард. Ну все, сейчас будет из Пинки Пай перевоплощение. А, это... А, но внутрь. Просто нужно снимать. Вот девочку посунешь. Вау. Папе покажем или папу позвать сюда? Папа позвать сюда. Я готов. Мяу. Смотрите, прям какой там был рык-мяу. Это живая кошка. Походу она живая, она все чувствует, да? За этот чудесный прыжок настоящей дикой кошки Флаттершай хочет подарить тебе книжку с пушистыми созданиями. Отыщи ее на своем новом стеллаже. Ты что, уже нашла? Да. Симка, Симка. Да, это что, Сима фотографировалась. Симка-модель. Это что, Симка-модель. Ух ты, смотри-ка. Хвостики. Смотри. Давай читать скорее. Давай. А тут смотри, что написано. Крутому котяре под Лиза не пара. Вот киска в полоску и в пятнах кошак. Эй, друг, не зевай. Клубок хватай и лапкой подай. Вот так. Барочек тут. Мягкая. А эту погладь, смотри. Тика-тика-тика. Пушистая кошка и лысая кошка выгнула спину, а эту погладь. И каждая кошка, большая и крошка, любит как дети все время играть. Это что, Симка снимала? Вообще. Пушистенькая. Это лысая. Ева. Ранту коттедж передала мне важное сообщение. Она торопилась разогнать собрака в праздник, и, пролетая на очень большой кости, потеряла свой хвостик. Ей очень нужна твоя помощь. Найди в комнате ее хвостик и приклей его на место. А чтобы найти хвост, отгадай загадку. Там ты флеешь, там ты режешь, там рисуешь и творишь. Открой крышку поскорее и найдешь там хвост. Глядишь. Для начала нам нужно найти саму радугу Дэш. Она была рядом со стеллажом, а мы не нашли, где рядом со стеллажом радуга Дэш. Где может быть еще? Ого! Радуга Дэш без хвоста! Вот бедняга! Представляешь, где-то такой большой хвост лежит у нас. Где ты клеишь, где ты режешь, где читаешь и творишь. Да! Открой крышку поскорее. Найдешь там хвост, глядишь, говорят. Так он ведь в песке. Тогда тут там вот отсыпь, да-да-да. Это двухсторонний скотч, наверное. Нашла хвост Ева. Спасибо, Елочка. Найди подарок от радуги Дэш на втором этаже твоей милой кроватки. Что там? Елочка! Подзорная труба! На этом наш квест не подошел к концу. Следующим этапом был приход настоящей искорки к нам в гости. Да, это та самая пони, которая задержалась, чтобы добыть Еве тортик, как сказала Санни в самом начале. И пока Ева танцевала и разглядывала подарки, аниматор переодевалась внизу и ждала нашей готовности принять ее. Ну, наконец-то, моя подружка Искорка прилетела к тебе в гости, захватив с собой праздничный. Все, посмотрите. Ура! Искорка, это уже! Ева, смотри! Я тут не одна, а с особенным подарочком, которому нужно будет как следует сначала подготовиться. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! Отлично! Есть волшебное заклинание, оно называется Раз, два, три, мистер тортик, выходи. Запомнишь его? Да? А сможешь его громко-громко крикнуть? Тогда, нет, громко не сможешь. Но правильное это волшебное заклинание, которое нужно говорить тихо. Поэтому сейчас закрывай глазки, закрывай все-все-все свои глазки, загадывай свое самое заветное, самое сокровенное желание, то, что ты хочешь больше всего на свете. Чтобы оно точно сглосилось, теперь тебе нужно было сказать наше волшебное заклинание, которое мы выучили. На счет три скажем. Раз, два, три, тортик, выходи. Готово? И раз, два, три, тортик, выходи. С днем рождения тебя! Ура! Ура! А дальше по плану было увидеть настоящую живую пони прямо из окна нашего дома в подзорную трубу. А сможешь собрать их все за лук, подумай. О, за 15 секунд! Да. Давай попробуем. Раз, остороннее, два. Давай, неси сразу три. Четыре, пять, ой-ой-ой, шесть, семь. Осталось немного, восемь, девять, десять. Я только сейчас не торопись, а то люстра упадет. И как его настраивались? В какую сторону смотреть? С этой стороны? Ну что, получилось? О, кажется, надо его как-то... Настроить? Настроить. Может быть, где-то здесь ходит какая-то моя подружка, которая упала с облачка и тоже пытается найти дорогу домой? А если чуть-чуть ниже? Они же все-таки ходят на земле. Наша? Где? Правда? Ой, это же белоснежка! Слушай, она же такая же белая, прям как у тебя. Может быть, это у тебя игрушка жила и там гуляет? Или все-таки это моя подружка? А что она делает здесь у нас под домом прямо? Слушай, нам нужно срочно к ней спуститься. Может быть, она потерялась. Нужно сказать, куда ей идти, куда возвращаться. А нам одеться как-то нужно леггинсы, да, наверное, удобненько надо одеться? Ну да, а как тебе будет удобно? Ну, тепло нужно одеться. Ну, не тепло, но улица жарко, на самом деле. На улице жарко. И какую-нибудь футболочку. Вау! Ева, что у тебя в руках? Морковка. Вау! Да, будем ловить белоснежку с помощью этой морковки. Я хочу, чтобы моя мишка. Я хочу, чтобы моя мишка исполнилась прямо сейчас. Сейчас всегда будет моя мечта. Буду я ведь песню, да, у твоих тела. Эта жизнь моя всегда будет помогать тебе. Ну и подумав, что все подарки позади, Евик согласилась поехать в деревню, ведь бабушка приготовила тортик. Но на самом деле, там-то ее ждал основной подарок. Вы же знаете, как давно Ева мечтала о котенке. Но в квартиру мы бы его не взяли, так как часто путешествуем, да и в целом думаем, что животным на природе лучше. Ну все, дальше смотрите сами. Сейчас я тебя с кем-то познакомлю. Что? Познакомлю с кем-то, со словом друга. Друг пришел к тебе поздравить дня вразведения. Тихонька, тихонька. Это не игрушка? Ты живой, ты его так тихонька. Ты подумала, это игрушка? Он живой. Спит, намалился. Ты пришел? Пришел. Вчера. Он как будто обузнал, что это день рождения. Ты что за кроха? Кошли, я уже заплачу. Знаешь, как его зовут? Это Тиша. Тихо. А ты мальчик. Ева, мне шепнула на ухо. Котенок, миленький. Ева, ты вообще мальчик? Ева, и вот ты там такие все бурлят. Дед, смотри, домик. Да, бабушка все сообразила. Это чудо. Кисо. Слышно, он прям перед твоей неразью. Кисо. Это вообще что такое? Как он вообще такой маленький может существовать? Я таких только по виде... Видела. Он у меня на коленке. Тепенький. Сейчас будет спать у тебя на коленке. Ну что, Ева, мечта сбылась? Котенок. Ну, Ева сидит на коленках. Он будет жить там, где ему хорошо. Где же он, вот видишь? И мы будем приезжать, играть с ним. Да, и спать даже с ним. Смотри, как лисы так хорошо у Евочки. Сразу признал. Да, ну что? Ты как мама его. Слышно. Что, с Гитлой сбылась мечта? Угу. Она такая, просто, знаешь, да? Такая... Красивое имя, Тиша. Красивое. Угу. Сейчас ломать не буду. Угу. Я рад, что он пришел. Нет, хорошо. Рад, что наконец-то тебя будет с кем играть. Угу. Такая девочка. Ой, не могу. Такая девочка. Такая девочка. Аааа. Такая девочка. Ааа. 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 Попробуем штуку. Теревенский трап. Так, наем. Пепень день рождения, и спехли мы каравай. Вот такой же вины, вот такой вышины. Ээээ. сердечко сделал за пять месяцев это еще неделю назад измерять мясо давай мясо по земле и по природе он пошел по ходу домой но в общем знакомьтесь тише новый член нашей семьи будет жить у мамы дениса в деревне по легенде он пришел в домик самка дню рождения его его кстати спокойно приняла что мы его не возьмем домой постоянно повторяла вот как ему хорошо тут на травке гулять и бегать но то что теперь мы будем чаще ездить в деревню это факт его от него не отлипает мир тоже пытается вообще осознать что происходит эту коляску все таки будем забирать домой все таки она больше мне нравится чем прогулочный влог у джулс который у нас сейчас дома это стоки что мне нравится у нее больше намного это ремни то что они не давят вот здесь вот это очень странно у джулс они не регулируются они прям вот здесь и очень как-то узко чтобы спать у нее более глубокое здесь место для сидения для посадки и как-то более эргономично как будто вот эта вот штука находится короче мне больше нравится целая коробка у нас подгузников его это нравится этот вайп и ведра на заборах все таким подгузником понимаю что быстро время пролетело вот вот вроде укладывали вот уже достаем достаем для вот этого пирожка я думаю что котик это из подарков а из событий дня из эмоций поверьте по лодку не знала как свои эмоции даже выразить ты думала что это игрушка да да теперь у него новый дом чтобы если он не пришел к бабушке а то бы он искал себе дом и его обидеть собаку мы чтобы раз эту игру играли вот котенок приходит за мной вот так и пришел так и бывает насыщенный день подходит концу его от переизбытка эмоций сильно плакала сейчас давайте только щаточки почему это днем рождения мало сил песчины Vader ader Jude а у меня дико болит голова очень тоже эмоциональный день и многих дороге событий много моментов короче надо спать надо просто спать мы еще после завтра вылетаем в грузию просто а нет после после Спасибо, что были с нами в этот день. Пока.